Расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения Чувашия было посвящено работе отрасли, пожалуй, в самое сложное время. Не случайно в обиход вошла военная терминология – передовая, фронт, сражения. Каким был прошедший год для медработников и изменились ли задачи на этот – в сюжете Нессы Потаповой. Пандемия проверила систему здравоохранения республики на прочность. Для борьбы с опасной инфекцией были мобилизованы более двух тысяч медицинских работников. Задействован весь автотранспорт скорой медицинской помощи. Развернуто более 120 бригад 0-3. Нагрузка на скорую помощь составляла до трех тысяч вызовов в сутки. Многие стационары были переведены в статус ковид-госпиталей. Это позволило создать ощутимый барьер на пути распространения опасного для жизни вируса. Привлекли для работы в службе скорой медицинской помощи волонтеров, студентов медицинских вузов, студентов среднего образовательного учреждения. Также были созданы дополнительные специализированные бригады, которые работали у нас вахтовым методом. То есть не уходя домой, а круглосуточно. Для них мы организовали круглосуточное бесплатное питание, обеспечивали их местами отдыха. На базе нашего волонтера пациента была оказана помощь в виде поставки трех автомобилей. Мы активно принимали участие по доставке лекарственных препаратов пациентам, находящихся на облаторном лечении. Обеспечивали транспортам, медицинским работникам, обеспечивали горячим питанием ряд медицинских учреждений. Один из главных показателей работы отрасли – демографический. По итогам прошлого года смертность выросла более чем на 20%. В то же время в Чувашии отмечена самая низкая младенческая смертность среди регионов России. Меньше стало летальных исходов от онкологии. Активно развивалось первичное звено здравоохранения. В республике появилось восемь новых ФАПов. Вновь заработала санитарная авиация. В поликлиниках поэтапно внедряются бережливые технологии, позволяющие сделать максимально комфортными условия пребывания в них. На коллегии была озвучена одна из главных проблем отрасли – нехватка кадров. Наиболее дефицитными специальностями являются педиатры, врачи общей практики, анестезиологи и хирурги. 2020 год обозначил те слабые места, те проблемные места, которые стоит нам в этом году, в 2021 году, укрепить. А, соответственно, речь идет о строительстве новой больницы, о новом инфекционном стационаре, который позволит нам улучшить оказание качественной медицинской помощи именно инфекционным пациентам, пациентам с особо опасными инфекциями, а также пациентам, имеющим среднесосудистые заболевания, которые будут, значит, оригинальный центр сосудистый наш, размещенный в рамках республиканской клинической больницы. Конечно, больницы нуждаются в современном оборудовании. В планах закупить более 500 единиц техники разного профиля. Надеемся, что за ближайшие два года мы закончим обустройство всех, так сказать, наших центральных районных больниц, и в каждой из них будет полноценный кабинет охраны зрения, состоящий из шести наименований специализированных приборов. Для обеспечения доступности медицинской помощи начнут строить новые дороги. Они соединят районы кратчайшими путями. По ним будет быстрее добираться до территориальных межрайонных медицинских центров. И много других таких, вроде бы не связанных напрямую с медициной, в итоге влияет на сохранение конкретной жизни и оказание своевременной медицинской помощи. Поэтому вот таким образом построена вся работа правительства с тем, чтобы мы с вами синхронизировали действия по различным направлениям, и в итоге, чтобы мы с вами достигали самого главного, чтобы качество жизни каждого человека повышалось повседневно. Глава региона выразил благодарность всем медицинским работникам за добросовестную и слаженную работу. Лучшим специалистам отрасли вручили награды.